Здравствуйте! Приветствую вас на канале Просветок. На улице осень. А как мы замечаем, что осень? Потому что в этом доме уже стоят мешки с листьями, с опадом яблок. В парках начинают сгребать листву. Это у нас в Беларуси, возможно, это не у вас. Я рассказываю то, что я вижу в своей стране. Стоят мешки. Это значит, что осень. И все считают, газеты поставят заголовками. Сор вон из наших улиц. Но в природе ничего нет бесполезного. В природе все на что-нибудь пригождается. И очень неправы те владельцы, которые усердно сгребают эту листву и стараются скорее убрать ее с участка. Почему? Растение старалось, добывало из почвы органические вещества, превращало их, накапливало в листьях, отправляло плодам. А сейчас зима. И просто для того, чтобы не замерзнуть зимой, оно сбрасывает эти листья. Даже иголочки. И то сбрасывают сухойных растений частично. Для того, чтобы не так холодно было зимой. Чтобы не было такого иссушающего действия на растения. А мы же, скорее, то сгребаем и выбрасываем. Правильно мы делаем? Нет, неправильно. Пользу листва в саду и огороде может принести немалую. Давайте будем разбираться совсем по парадку. Смотрите, я вот был не однажды в монастырах. Вот у нас в Половских монастырах, это Вицепская область. Что делают монахи? Они садят плодовое дерево. И вот каждую осень сгребают все листья к основанию дерева. Стволу. Но после этого по периметру дерева, по периметру кроны, копается траншея, глубиной примерно на штык лопаты. Копается траншея, и вся листва, опад, яблоки, все, что там было, все закапывается, сгребается в эту траншею, проливается водичкой и засыпается землей. На следующий год, что происходит? Правильно, процесс повторяется. Но дерево за год вырастает, поэтому траншея отодвигается от центра дерева, от ствола. Значит, что дальше, дальше, траншея уходит все дальше от ствола. Деревья благоденствуют, хотя там не вносится никакие минеральные органические удобрения. Только за счет того, что эта листва идет в почву, она обогащает почву, что растение достало с почвы, то почти все и вернулось себе обратно. Земля под яблони очень рыхлая, ходишь, ноги прямо проваливаются. У нас же тоже площади позволяют во многих садах, яблони, груши, все растет отдельно. Но мы почему-то считаем, что будет более красиво и правильно сгрести эту листву и просто утилизировать, сдать мусор. Поэтому возьмите опыт полоцких монастырей на свое вооружение, и вы будете удивлены приятными изменениями в плодородии вашей почвы и богатым урожаем вашего сада. И не надо думать, если мы засыпаем почву, значит, большинство вредителей и болезней уже на штык лопаты засыпаются, они не могут вылезти из-под этой почвы и не смогут вредить нашему плодовому саду. И тем более поймите, что каждый год траншея копается все в новом и новом месте. Дерево растет, и траншея отодвигается от самого основания дерева. Ну, что сделаем мы? Если участки так плотные, как бы негде скопать все траншейки, значит, ну что, эту листву, которая под лиственной, сможем дома что-то сделать. Что мы сможем сделать? Мы сможем сделать лиственный перегной. Особенно лиственный перегной, где будет актуален? Он будет актуален при внесении на глинистых почвах. Ведь лиственный перегной – это такой дышащий материал, который очень легко пропускает воздух. Очень легко пропускает воду. И на глинистых почвах он будет очень хорошим разрыхлителем наших почв. Внесете, и земля станет как пух после лиственного перегноя. Дальше, где будет актуально применение этого лиственного перегноя? Это при посеве овощных, декоративных, любых культур на рассаду. Берем в землю, добавляем этот лиственный перегной. И, значит, наши растения станут, соответственно, сходить очень быстро, потому что почва такая рыхлая, и развиваться намного лучше. Без всяких стимуляторов роста, без всяких добавок они будут развиваться очень хорошо. Поэтому вот что такое лиственный перегной. Ну, далее, лиственный перегной. Ну, не можете вы много заготовить лиственного перегноя. Тоже такой момент есть. Нет у вас всех плодовых деревьев. Его можно брать в парках. В парках, соответственно, все будет, будут только рады, если вы будете забирать листву. Заберете листву, они будут вам только-только благодарны. А вот тут с листвой вы можете поступать двояко. Ну, первый способ. Значит, что с помощью опавших листьев осенью можно сделать теплые оградки. Поэтому весной вы сможете выращивать прекрасную рассаду и капусты, и помидор, и перцев в открытом грунте. Делается очень просто. Хотя, кстати, можно это делать и в теплице. Значит, копаем траншейку и засыпаем слоем где-то 15 сантиметров примерно слой листвы. Землей засыпаем. Получается следующая траншейка. Опять засыпаем слоем листвы. Следующая траншейка. Опять засыпаем слоем листвы. Засыпали всю теплицу. Значит, органика, которая срежется в листьях, она перегнивает. И, соответственно, наша почва, значит, она согреет почву. И наша почва будет раньше пригодна для того, чтобы начать посевы культуры. Если потом на этой почве просто поставить в основной дужки, посежить перцы и томаты, вы удивитесь, какая хорошая крепкая рассада, без всяких подкормок вырастет на этих листьях. Попробуйте, и вы поймете какое-то богатство этих листьев. Ну, следующее, что вы же можете, потому что также листвы много, как бы не проблема ее принести из парка, там, забрать. Вы можете что сделать? Вы можете сделать лиственный перегной. Ну, лиственный перегной, чем он интересен? Я уже сказал, что он водо-влагопроницаемый. Быстро проходит вода, быстро проходит воздух. Но тут делаем мы как перегной? Очень просто. Мы берем листву, какие-то мешки, черные, светлые. Осенью это не настолько важно. Засыпаем мешки. Ну, сильно не уплотняем. Но тут не забывайте один нюанс. Что каждый слой вот засыпали, ну, сантиметров 20, значит, немного увлажняем. Ну, из такого поливизатора в мешке увлажняем, листья увлажнили. Засыпали опять 20 сантиметров, опять увлажняем с поливизатора. Что это даст? Значит, что это ускорит разложение перегноя. Потому что лиственные перегноя, если листья просто положить в кучу, даже обрыть пленкой, они будут разлагаться один-два года. Ну, какие-то быстрее, какие-то медленнее разлагаются. Вот. Поэтому увлажнение значительно ускоряет разложение листьев. Ну, и дальше. Листья можно ускорить с разложения. Чем можно ускорить? Значит, опять же добавки. Я беру, что использую? Сульфат аммония. Сульфат аммония 100 грамм на 10 литров воды. Я добавляю в эту массу при опрыскивании. И, значит, листья мне реализуются значительно быстрее. К весне они превращаются. Эта листва уже в такой темно-коричневый, легкий, как пух пирогной, который я потом использую в своем хозяйстве. Ну, что еще необходимо сказать о лесном пирогное? Когда собирать листья, значит, помните, что самый лучший, значит, листовой пирогной получается из листьев липы. И листьев клёна. А вот листья тополя, листья ивы, листья дуба и особенно грецкого ореха нежелательно использовать. В первых трех культурах очень много дубильных веществ. А дубильные вещества, значит, не дают разлагаться быстро листьям и минерализоваться. И они как бы тормозят прорастание растений. Особенно это заметно, если компостируются листья грецкого ореха. Ну, это вредное воздействие. Легко можно изменить. Увлажняем листья и опыливаем их доломитовой мукой. Опылили доломитовой мукой. Наша доломитовая мука нейтрализует дубильные вещества. И вещества, тормозящие прорастание семян. И, соответственно, эти листья будут разлагаться точно так же. И дадут нам прекрасный перегной. Так что, видите, все в наших руках. Ну и дальше, вот что листья. Значит, мы будем не в кучах, мы будем мешки. Набиваем мешки с этими влажными листьями. Взяли, увлажняем каждый слой, завязали мешок. Но наши листья не могут быстро минерализоваться без доступа воздуха. Поэтому любым предметом, то ли ножом, то ли отверткой, то ли что, что у вас есть под руками, мы сделаем дырки. Сделаем дырки, чтобы в этот мешок поступало воздух. Воздух будет способствовать минерализации. Поверьте, что при таком способе, когда вы будете добавлять какие-то добавки, значит, минерализация пройдет очень быстро. Перегной будет готов уже к весне. Ну, я, наверное, так все поторопился, я вам не рассказал. Чем же ценен перегной, как удобрение. Ну, значит, в процентном соотношении, значит, перегной содержится 1,2% азота, 1,1 до 0,2% фосфора, 15,25% калия. Вот, и 0,4% до 0,5% кальция. То есть тут есть азот, фосфор, калий, кальций. Ну, есть, конечно, какие-то микроэлементы, но их уже немного. Ну, если мы так, кто-то скажет, ну, это лесной пирогной, это листовой пирогной, это бедное удобрение, все. Они глубоко заблуждаются. По своему составу, вот что я вам назвал, он приближается к навозной жиже. Навозная жижа содержит гораздо меньше этих веществ. Ну, кстати, если у вас в хозяйстве есть навозная жижа, вы можете не заморачиваясь проливать листья навозной жижей. Это также значительно ускоряет их компостирование. Они скорее превращаются в листовой пирогной. Ну, а дальше технология очень простая. Берем пластмассовый ящик, вот я покажу вам любой, вот такой, даже у меня здесь стоят, и листовой пирогной просеиваем. То, что упало, это уже готовая фракция, которую мы можем использовать. Мы можем носить просто по всей площади этот пирогной, можем добавлять в родочки. Но не забывайте такой интересный момент, что поскольку вода и воздух быстро проходят, знаете, это субстрат, который быстро просыхает. Поэтому, если сделали родочек, мы сыплим листовой пирогной, на него семена, но засыпаем обыкновенной почвой, ни в коем случае не листовым пирогноем. Если мы будем засыпать листовым пирогноем семена посеянные, значит, наши семена, скорее всего, не взойдут, потому что они просто-напросто не набухнут, и они будут подсыхать, подсыхать, и не дадут нам всходов. Обращайте внимание на этот нюанс. А так, хорошие всходы в смеси, оно, конечно, будет хорошо, в почвенной смеси, где перемешано. А так, только как ложе для семян. Но ни в коем случае не для засыпки семян. Поэтому, обращайте внимание на этот факт. Ну, и еще такой приведу простой пример своей практики. У нас, у меня была возможность, как бы, работала в одной организации, и там эти, собирали кучу листьев. Ну, я уносил листовой пирогной. Ну, конечно, доза внесения листового пирогноя на один метр квадратный составляет 3 килограмма. Ну, это примерно ведро, он легкий. Ну, я, конечно, листового пирогноя хватала, листва сгнивала, я ее просеивала, добавляла на участок. Ну, и что получилось в результате? В результате я получил то, что земля стала такая рыхлая, что уже в мае месяце мои растения страдали от недостатка влаги. Они все уже увядали. Потому что внес наш, я там внес не 3 килограмма, а, может, и всех 30 килограмм на метр квадратный уносил. Большая доза, слой такой вот порадочный, по центру 10-15 давал. Ну, и очень сильно разрешил почву. А почва песчаная, поэтому что потом что-то сделать? Правильно. Потом мне пришлось добавлять глину, чтобы повысить логоемкость моей почвы, чтобы она хоть как бы содержала влагу. И вот с той поры я знаю, что листовой пирогной – это благо, но использовать его надо разумно и с умом. Как бы вот я вот рассказываю про листовой пирогной, а многие товарищи как бы задумались, скажут, вот, а вы, тот Николаевич, не правы в том отношении, что на листовом пирогной, значит, что в этих листьях могут содержаться споры и болезни, неважно, это садовых или таких других культур. Значит, в листовом пирогной могут остаться зимовать и вредители споры, яйца там или сами вредители могут. А как от них вы избавляетесь? Вы же тоже как бы заносите этот фон на свой участок. А избавляюсь я очень просто. Когда я приготовлю листовой пирогной, я использую два препарата Profit. Это триходерму и метаризиум. Вот оприскивание, значит, совместно с той же самой сульфатом аммония вот этих листьев, они не боятся сульфата аммония, прекрасно соседствуют. Оприскиваю листья, вот эти два препарата, значит, дезинфицируют мой весь субстрат. Значит, и болезни, и вредители погибают. Метаризиум плюс триходерма. Я добавляю также поливизатор и все оприскиваю совместно с сульфатом аммония. Результатами я очень доволен. Попробуйте и вы. Если вам понравился наш ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши магазины. И богатых вам урожаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова